итак приступим теперь к изготовлению самого стика и посмотрим потом как же он работает в воде для этого нам нужна наш плунжер с пва сеткой ну и сейчас мы сделаем стик мой напарник эт по команде ненавидит ненавидит делать эти узелки он сколько ни пытался освоить технику вязание стика но с трудом у него это получается и он не очень их любит поэтому я сейчас попробую максимально наглядно показать как же сделать узел так чтобы стик получился плотным первым делом мы просто наполняем наш пва тубус стик миксом далее очень важно его утрамбовать чтобы его утрамбовать есть различные способы кто-то делает это руку но если у вас большое количество стиков делаете вы через какое-то время на руке образуется такая уже мозоль синяк и работать становится уже не очень комфортно кто-то делает и в коленку я стараюсь делать если есть какая-то плотная поверхность стараюсь делать это просто через стол или через какую-то табуретку дома то есть максимально задача наша запрессовать стик в тубусе далее мы вытаскиваем наш стик из пва сетки и также начинается тот самый процесс связания узла вы должны скинуть определенное количество сет с запасом далее мы берем через вот эти два пальца обратите внимание можно через эти два не принципиально но я привычка за берете большой средний палец и образуете такую петлю стик держите в таком состоянии несмотря на то что он уже в раз на сетка как бы расслаблен сверху но из-за того что мы его запрессовали он форму держит принципе отлично и здесь вы закидываете stick в внутрь далее вы стягиваете узел конце зажимаете одним или двумя пальцами и вяжите узел вот видите stick получился максимально плотным после этого вы вяжете еще один такой же узел и располагаете его максимально близко к первому узлу после чего мы отрезаем сетку и вот у нас получился готовый стик попробуем сделать еще один стик но на этот раз мы его сделаем побольше также наполняем нашу сетку stick mix'ом важно чтобы при работе ваши руки были сухие если вы будете работать мокрыми руками и где-то в этом моменте будете касаться по вас сетки то через определенное время она у вас растворится и вы дойдете до того кусочка где у вас она растворилась сетка будет порвана и вы не сможете уже сделать стики но мы еще добавим чуть сделаем стик побольше мы сейчас поговорим попозже про размеры стика какие мы рекомендуем использовать опять забиваем плотно прессуем вынимаем и проделаем нашу процедуру зажимаем между двумя пальцев делаем такую петлю и снизу забрасываем в эту петлю наш стик далее стягиваем узел зажимаем узел и наш стик максимально плотный готов делаем по такому же принципу закидываем снизу вторую петлю и здесь важно чтобы вы все-таки экономили сетку максимировать этот узелок максимально близко то есть вот чтобы осталось только расстояние чтобы отрезать ножницами стик тогда сетка будет расходоваться экономично теперь поговорим немножко о размерах какие же размеры в принципе использовать можно стика пва системы пва плунжера имеют разный диаметр от 14 до 30 35 миллиметров в данном случае у нас пва система которая составляет 20 миллиметров на наш взгляд это одна из самых универсальных диаметров которые можно использовать для того чтобы отправить оснастку и на максимальное дальнее расстояние и также использовать более большие повостики при ловле на ближней дистанции но если вы например точно ловите на ближней дистанции всегда то имеет смысл купить максимально толстую пва сетку размером 30 сантиметров и вы это вам тогда не нужно будет делать такие высокие колбасы вам можно будет сделать поменьше но она будет намного шире что касается размеров какие размеры можно делать конечно чем больше вы сделаете стик тем он будет на дне максимально долго лежать и привлекать карпа ни для кого не секрет это кажется что мы у нас у там стик упал на дно он развалился лежит такой горочкой на самом деле все намного сложнее если рыба подходит действительно к точке одним взмахом плавника и такой стик и такой разлетается ну практически мгновенно и то есть прибавить по большому счету если мы уже смогли привлечь стиком нашим рыбу к точке нашего прикормки мини прикормки и нашей насадки это уже отличный результат если вы ловите на ближних дистанциях то имеет смысл делать стики побольше если вы ловите далеко и вам нужно забросить оснастку максимально далеко но при этом быть уверенным в том что она не запутается делайте стики среднего или маленького размера сейчас я вам покажу как можно сделать наиболее маленький стик для того чтобы забросить оснастку максимально далеко есть некоторые хитрые технологии чтобы сделать наиболее маленький стик нам нужно заполнить вот этот тубус наименьшим по объему размером прикормки около пяти миллиметров важно чтобы это было не больше и далее мы максимально прессуем наша задача чтобы у нас получилось вот такая вот монета небольшая монета по нашему же принципу максимально ее вяжем сдавливаем в принципе монету можно сделать еще меньше тогда стик еще получится еще меньше что теперь мы делаем вот эту монету получившуюся мы трамбуру с всех сторон и получаем вот такой вот параллелепипед он хорош тем что он уже имеет не вот такую плоскую форму а это влияет на аэродинамичность оснастки а он имеет у нас форму же аэродинамичную и при насадке при использовании с крючком такая оснастка полетит максимально далеко сейчас мы наденем его на крючок мы берем поводок и одеваем на него наш заготовленный стик для этого мы продеваем иглой насквозь наш стик и надеваем его через верхнюю петлю на сам поводок и смещаем его к низу можно конечно же стик на цепить на сам крючок но в этом случае оснастка получится не такой аэродинамичный как вот в таком варианте вот как видно что бойл что сам стик имеют одну скажем так пропорцию или геометрию именно такая оснастка полетит максимально далеко если бы у нас была здесь стояла бы монета то оснастка выглядела бы вот так и это уже конечно менее аэродинамичный вариант видно что здесь будет дополнительный парус а нам нужно стараться избежать поэтому стик надо делать максимально аэродинамично но видно что я уже здесь помял весь сто раз поэтому немножко подразрушился но тем не менее это тот вариант которым вы должны приходить на что хочется еще обратить внимание берем наш стик как надо правильно продевать стик и как нужно втыкать крючок есть несколько вариантов если вы например надеваете стик и в одном броне ловите не недалеко у вас нет никаких сложностей то вы можете просто стик нацепить на крючок но в этом случае важно чтобы вы нацепляли его не через сам узел а рядом с узлом для чего делается для того чтобы при попадании в воду и растворение стика в воде на крючке не оставались сопли от узла далее есть еще конечно же другие способы наш любимый способ которым мы пользуемся при одевании стика это одевать стик через поводок как мы это делаем если уже стик более-менее большой то мы используем специальную странированную иглу мы продеваем стик насквозь у основания мы вставляем его в середину иглу а вот на выходе мы делаем не у центр а чуть ближе к одному из краев продеваем поводок насквозь и дальше есть два способа кто-то втыкает крючок прямо в сам стик но мы приверженцы другого способа именно для этого мы делали выход с краю мы втыкаем крючок вот таким образом зачем это делается нашем стике содержатся различные твердые составляющие такие как бойлы крушенный перец и если эти частички воткнуться в жало крючка то само собой эти частички там останутся и мы не получим нужную поклевку поэтому мы всегда рекомендуем выводить жало крючка наружу с помощью того способа который мы показали таким образом вы точно защитите вашу оснастку от того что на нее попадут какие-то лишние частицы и вы лишитесь важной поклевки вот так выглядит стик сейчас мы посмотрим как он работает в воде но вот и мы рассмотрели вариант как сделать самый простой stick mix как улучшить его питательные и привлекательные качества поговорили о том какие размеры стиков сделать мы очень надеемся что это видео было вам полезно если это так то поставьте нам лайк напишите нам в комментариях какими бывая системами и какими повастиками пользуетесь вы нам было бы это очень интересно знать подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем привет и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok